В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Чтобы никому не пожаловалась, пришлось пойти на крайние меры. Завершено расследование убийства женщины на территории одной из школ города. Мне пришло в голову, что нужно, наверное, все-таки... Не хотелось бы наплачивать, что убить, чтобы не было последствий. Обижают слабых. Как злодеи используют детей и кто потом работает с маленькими пострадавшими или свидетелями преступлений? Как пояснил позже обвиняемый, он, скажем так, заменил отца. Но, тем не менее, воспользовавшись своим взрослым положением, он совершил отношения и развратные действия. Кто здесь в признании напутствия молодых людей, задержанных с поличным в организованном наркопритоне? Я просто один могу совет сказать. Мне никогда в жизни не курить. Это потом будет поздно. Просто будет поздно. Самой обсуждаемой новостью недели стал пожар на Политаевском рынке. Мои коллеги уже показали и официальный комментарий, и то, что осталось от Большого торгово-развлекательного центра. А вот в нашем распоряжении есть более редкое видео. Эти полторы минуты съемки из окна напротив в социальных сетях открыли настоящий форум. На кадрах как раз первые минуты пожара. Горит действительно палатка слева. А справа одинокий прохожий неспешно прогуливается вдоль остановки, как будто ни в чем не бывало. Через непродолжительное время уже другой человек с завидным спокойствием тянет руки к языкам пламени. На видео толком непонятно, что происходит, но на активное тушение огня это не похоже. Никто не кричит пожар, не сигналит из проезжающих автомобилей и не набирает 0,1. По неофициальной и непроверенной информации, автор этого видео тоже предпочел использовать телефон по-другому и просто наблюдал, что будет дальше. Очень хочется верить, что хотя бы кто-то в эту минуту вызывал пожарных и по-человечески переживал за десятки людей, которые наутро остались без работы и потеряли все свои вложения. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины на территории одной из рязанских школ. В ходе расследования данного уголовного дела оно несколько дней оставалось нераскрытым. Однако, благодаря грамотно спланированным действиям следователя и оперативных сотрудников, нам удалось установить лицо, совершившее убийство, и в итоге привлечь его к уголовной ответственности. По словам этого мужчины, в тот день они с приятелями решили выпить пиво, присмотрели для этих целей подходящую полянку и разместились на территории учебного учреждения. Через некоторое время подошли дамы, и в ходе попойки одна обвинила вторую в краже дорогого телефона. Сначала кулачный бой завязался только между женщинами, говорит задержанный. Потом тумаки на потерпевшую посыпались со всех сторон. Главный подозреваемый не скрывает, что не раз ее ударил. Отвлекся от процесса только, чтобы ответить на телефонный звонок маме. Опять же, судя по оперативному видео, погибшая поначалу делала попытки сопротивляться и уйти. Но куда бы она ни переместилась, борец за справедливость следовал за ней. Причем и сам толком не может объяснить, почему злосчастный чужой телефон, который то ли крали, то ли нет, стал аргументом для таких действий. Мне пришло в голову, что нужно как бы, ну, наверное, все-таки, ну, хотелось бы, ну, отчетов появился, что убить, чтобы как бы не было последствий. А последствий каких вы боялись? Ну, заявления там или еще что-нибудь вроде. И мужчина спокойно отправился на поиски орудия преступления. Им стало горлышко от бутылки. Несколько точных ударов не оставили жертве никаких шансов. Всегда смущает спокойствие и хладнокровие, с которым часто интеллигентного вида люди вполне грамотно излагают свою версию произошедшего. Почему-то заявления от потерпевших пугают преступников гораздо больше, чем уголовные сроки за жестокую расправу с ними. В Российской Федерации проживают около 28 миллионов детей. Из них более 700 тысяч беспризорные дети, около 2 миллионов неграмотные подростки, более 6 миллионов несовершеннолетние, находящиеся в социально неблагоприятных условиях. Стоит ли удивляться, что преступления против тех, кто еще не может постоять за себя, набирают популярность? Первый случай, к счастью, самый безобидный. В то время как в одной части двора играли подростки, в другой же по-взрослому развлекались юноши. Одному из них приглянулся велосипед 13-летнего мальчика. После круга почета на отобранном трофее и угроз в сторону владельца, вор благополучно уехал. Но искать его долго сотрудникам полиции не пришлось. Данный молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение хищений. Ввиду несовершеннолетнего возраста уголовные дела в отношении его прекращались, в данном случае по амнистии и за примирением сторон. Украденный велосипед был найден в подвале его дома. Когда мы навели справки о семье хулигана, выяснилось, что больше всего хлопот и неприятностей он доставляет своим родителям. Папе – сотруднику МЧС и маме, работающей в муниципальной структуре. Их старший сын, похоже, старается жить по своим законам. Продолжаем тему. В современном мире все переворачивается с ног на голову. Никто уже с трепетом не говорит об институте семьи и брака. Беспорядочные связи стали нормой. А взрослые мужики, которые не нашли себя ни там, ни там, упиваются извращенными фантазиями с помощью детей. Интернет-ресурсы с детской порнографией составляют сотни миллионов веб-страниц. Сейчас ожидает своего приговора житель Рязани. 12-летний мальчик из неблагополучной семьи искренне верил, что взрослый дядя испытывает к нему исключительно отеческие чувства и пытается помочь. Летом он отдыхал в лагере под Рязанью и оттуда сбежал. И проведенными оперативно-ресурсными мероприятиями его местонахождение было установлено. Но сотрудников полиции заинтересовали отношения, возникшие между взрослым мужчиной и ребенком. Что это за игры, в которых мальчик обязан быть голым? В телефоне задержанного обнаружилось немало любопытных видеофайлов. К счастью, дальше раздевания и видеосъемки дело не зашло. По одной статье это разратные действия в отношении несовершеннолетнего. Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы. По второй статье это использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографического материала. Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Коль уж сегодняшние дети воспитываются на компьютерах и телевизорах, я надеюсь, что они обратят внимание и на наши советы. Запомните, ваше тело, так как и личные вещи, для посторонних неприкосновенны. Это закон. И если нет особых обстоятельств, например, в кабинете у доктора, никто не имеет права заставлять или просить вас раздеваться. А вот следующему несовершеннолетнему требуется уже помощь другого специалиста, хорошего адвоката. В ночь с 26 на 27 сентября в кафе «Золотая вобла» между охраной и посетителями возникла драка. Причем количество активных и пассивных участников, собравшихся посмотреть, что происходит, быстро достигло человек 15. В итоге брат скандалиста, из-за которого и началась потасовка, прямо из-за стола попал в больницу с переломом свода основания черепа и ушибом головного мозга. В ходе драки несовершеннолетний охранник, работающий неофициально в данном кафе, имея навыки единоборств, именно самбо, произвел захват потерпевшего и бросил его головой о кафельный пол. По словам охранника, дебошир позволил себе лишние слова в адрес его мамы. Потерпевший якобы этот факт не помнит после таких событий и не мудрено. Следователи выясняют подробности. У любого преступления есть не только жертвы. Ребенок может стать свидетелем жестокой расправы, и он тоже будет нуждаться в психологической помощи. У следователей очень непростая задача – выяснить достоверные факты, не причинив вреда психике и душевному состоянию малыша. Сейчас по всей России постепенно создаются так называемые «зеленые комнаты», в которых несовершеннолетние находятся, как правило, с психологом, а через специальную отражающую поверхность за их беседой наблюдает техника и специалисты. Специальные помещения для допроса детей есть и в нашем городе, в Московском следственном отделе. В череде типовых кабинетов этот выделяется сразу – мягкий диван, светильники на стенах, куча игрушек, раскрасок и мебель для самых маленьких. Допрос детей – процесс очень тонкий. Может одно определенное время посидеть, посмотреть книжки, поиграть в игрушки, игрушки у нас вот еще в шкафу. Все, что для ребенка – игра, для специалистов – настоящий полиграф. Даже обыкновенные детские каракули в зависимости от выбранного цвета и количества острых углов говорят психологам о силе душевного потрясения. Психолог, соответственно, садится за стул, сажает рядом ребенка, проводит с ним определенные психологические занятия до работы следователя. Законный представитель сидит, в принципе, на диванчике, и следователь допрашивает несовершеннолетнего потерпевшего. Если ребенок замкнутый, допустим, девочка, и что-то не говорит, тоже так же работает в этой комнате психолог с ней, приходит следователь. С маленькими жертвами или свидетелями преступлений возникают, как правило, две проблемы. Либо ничего не говорят, либо фантазируют столько, что сразу и не разобрать, что из этого правда. Многие малыши только здесь и встречают людей, которые действительно искренне хотят помочь. Трудно мыслить и ориентироваться в квартире было хозяевам и клиентам очередного обнаруженного наркопритона. Ребята никак не могли понять, кто здесь и что, собственно, нужно. Вы здесь проживаете? Нет. Нет. Все. Дверь открой, а. Дверь отставь. Все, я понял. Заходи. Дверь открой. Пройдите, пожалуйста. Ты куда идешь? К сотрудникам полиции обратились жители нескольких домов на улице Новоселов. Их сильно беспокоило, что завсегдаты одной из квартир как-то неуверенно ходят и вообще ведут себя странно. На полусловие забывают, о чем говорят и плохо ориентируются в пространстве. Обнаружить нехорошую квартиру полицейским не составило труда. Это мы планировали недавно покурить. Вы нам помешали. Задержанные абсолютно искренне, со всеми оборотами ненормативной лексики, удивляются расторопности оперативников и собственной халатности. Я думаю, в другое место спрятать. А это можно, наверное, не улучшать. Все молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения. Кругом сплошная антисанитария. И в каждом углу либо сами наркотики, либо аксессуары для их употребления. Покажи, где вещества. Вот это вот. Ну да, допустим. Я сказал, допустим. Растительная масса в пакете оказалась спайсами. Растительные основы пропитаны синтетическими наркотическими средствами. На подоконнике комок гашиша. Судя по всему, сны ребята видели красочные. Причем сами прекрасно осознают пагубность привычки и даже пытаются напутствовать. Молодой человек, вы наркотики употребляете? Конечно, да. А какие именно? Там все СЛСД связаны. Ну то есть... Я вам что скажу, молодые люди. Сажают это. Жизнь свою губить. Просто. Просто жизнь губить. Она сажает. Вы думаете, раз курнули, два курнули. Все, ничего. Да, сажает. Вы просто не понимаете. Я просто один могу совет сказать. Никогда в жизни, блин, не курить. Это потом будет поздно. Просто будет поздно уже. Все. Я наркоман со стажем. Ну как сказать вам. Жизнь потом. Ну ты что употребляешь-то? Чего? Все. В ближайшее время отключиться от реальности у задержанных вряд ли получится. За употребление и продажу наркотиков придется ответить по закону. И еще одна информация. 17 января этого года на автодороге М5 Москва-Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие. Ее участниками стали пассажирский микроавтобус и легковушка. В последний водитель получил травмы, а его пассажир погиб на месте происшествия. Оба они являлись участковыми уполномоченными одного из районных отделений полиции. Причиной аварии стала неудавшаяся попытка обгона и сложные погодные условия. Обстоятельства сложились так, что в тот злополучный день одна семья лишилась кормильца, вторая лучшего друга, а в отделении полиции стало на два хороших сотрудника меньше. И погибший, и виновник ДТП являлись лучшими друзьями. Виновник даже был крестным отцом ребенка погибшего сотрудника. После ДТП он оказывал, насколько известно, следствие материальной помощи, моральную поддержку членам семьи погибшего. В такой ситуации может оказаться абсолютно любой. Просто не забывайте о том, что лучше на несколько минут опоздать, чем не приехать совсем. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Если вы что-то пропустили, смотрите на нашем сайте город62.тв. Удачи и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин